Вопреки морозам в Губкинском растет Ледовый дворец. Спортивный объект возводят по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. На площадке кипит работа. Строители знают, Ледовый ждет весь город. Этот грандиозный объект, который строится при непосредственной части компании «Роснефть», конечно, будет хорошим подарком для наших горожан, тем более для наших спортсменов. У нас с 2020 года активно развивается такой вид спорта, как хоккей-шайбой. К сожалению, они занимаются у нас сезонно. В период низких температур мы заливаем лед на базе крытого корта в школе номер 4. И в летний период это просто физическая нагрузка, разминка. Изредка мы выезжаем на какие-то ледовые арены соседних муниципалитетов. Сейчас у нас появится свое место, где мы можем развивать полноценную уже хоккей-шайбой. Планируем, что у нас появится такой вид спорта, как фигурное катание. Оно очень популярно в нашей стране. Еще одно интересное направление, которое мы обязательно будем здесь развивать – это шорт-трек. О ледовом мечтают не только юные спортсмены. В Губкинском тренируется любительская команда «Пурнефтегаз». За их плечами три сезона в ночной хоккейной лиге. В городе Губкинском достаточно много любителей зимних видов спорта, в частности хоккея. Я помню, ребята, хоккеисты, любители, еще в начале 90-х годов собирались и заливали самостоятельно лед. Корт потом построили в первой школе. Выгребали семей на открытой площадке, заливали самостоятельно. Тратили достаточно много времени для того, чтобы встать на коньки и поиграть в хоккей. В далеком 90-м любителям хоккея и присниться не могло, что в Губкинском появится масштабный спортивный объект. Болеть за спортсменов смогут до 400 зрителей. Раздевалки с душевыми будут принимать одновременно до 100 человек. У медиков, тренеров и комментаторов будут свои помещения. И главное – круглогодичная ледовая арена площадью около 2500 квадратов. Основание под нее уже готово. Сдать объект планируют в 2024 году. В график укладываются. Нулевой цикл закончили. Приступили к вертикальным конструкциям от нуля до перекрытия первого-второго этажа. Как вы видите на фоне колонны, здесь опорные части конструкции. Когда это все будет готово, уже, я думаю, с погодами, с праздниками, со всеми делами, я думаю, где-то в феврале мы уже полностью холодный каркас называется, металл плюс бетон выставим. К строительству долгожданного объекта пристальное внимание со стороны и главы города, и партнеров. Поддержка массового спорта – одно из ключевых направлений социальной работы компании «Роснефть» и ее дочерних обществ. «Роснефть» и компания «Роснефть» в целом, в принципе, всегда проявляли большую социальную ответственность в регионах присутствия. В нашем городе уже много объектов построено с участием нашей компании, в том числе дворец культуры «Нефтяник». Ну и этот ледовый дворец – это следующий этап нашего социального партнерства, который, я думаю, понравится нашим горожанам и будет способствовать развитию спорта в нашем городе. Зинаида Исаева, Денис Гимб, Новости Губкинского.